всем привет с вами настюшка мыловар и сегодня я покажу вам как сделать мыло камуфляж быстро просто из одного стакана для камуфляжа нам понадобится прозрачная основа и совсем немножко белый для того чтобы ее замутнить а еще я решила выделить надписи золотым цветом для этого нам потребуется прозрачная основа которую мы окрасим золотым пигментом делается это очень просто при помощи пипетки поэтому смотрите за процессом ну а теперь небольшой лайфхак я даже не знаю удивлю я вас или нет но все излишки какие-то потеки я убираю обычной губкой для мытья посуды конечно же для мытья посуды я ее не использую это специально обученная губка для излишков мыла если мыльная основа затекла где-то очень сильно то просто можно использовать апельсиновую палочку а теперь мы приступаем к самому интересному моменту как же залить камуфляж с одного стакана для этого я взяла коробочку с изображением камуфляжа для того чтобы хорошо подобрать цвета расплавили мыльную основу и по очереди добавляем пигменты до достижения необходимого нам цвета если вам кажется что цвет слишком прозрачный можно добавить еще белой основы или диоксид титана кстати если вам нужно сделать мыло как говорится без заморочек вы можете не выделять отдельно написи золотым цветом или любым другим а просто залить камуфляж и даже такое мыло будет смотреться очень выигрышно и классно вот такой цвет у нас получился основа немножко подстыла и теперь мы сбрызгиваем формы спиртом и хаотично распределяем основу по формам в этот раз у меня получилось залить даже очень аккуратно обычно основа летает у меня по всему столу если где-то основа упала большим кусочком или налилась большой кляксой в этом нет ничего страшного это же камуфляж здесь возможно все теперь оставшуюся основу нужно немножко подогреть в микроволновке и будем окрашивать ее еще добавляем еще зеленый пигмент желтый черный если у вас есть коричневый можно заменить желтый и черный на коричневый в любом случае нам нужно добиться более темного цвета или сделать свет гораздо насыщеннее чем был до этого размешиваем пигменты в мыльной основе снова сбрызгиваем формы спиртом и опять начинаем художничать и Как видите, мы изменили цвет. И нам идеально хватило мыльной основы для того, чтобы заполнить все камуфляжем. Если у вас осталось немножко основы, вы можете вылить ее в основной стакан. Процарапали камуфляж апельсиновой палочкой, растопили прозрачную основу, окрашиваем ее золотым пигментом и добавляем черный перламутровый пигмент. Размешиваем и получаем вот такой красивый, насыщенный, зеленый и переливающийся цвет. Камуфляжная окраска смылится достаточно быстро, за 2-3 применения, зато у нас останется вот такой классный и красивый цвет. Сбрызгиваем формы спиртом и заливаем. Мыло застыло и я сразу удаляю излишки мыльной основы с формы. И, к сожалению, у меня не сцепились слои. С этой мыльной основой я работаю совсем недавно, буквально пару недель, и еще не совсем привыкла к ее температурному режиму. Поэтому периодически сталкиваюсь вот с такой проблемой. Но ничего, скоро привыкну и этой проблемы не будет. А еще, как оказалось, у меня треснула форма звездочки, и часть основы из нее вытекла. И даже в этой звездочке слои не сцепились. Зато в моей любимой форме всегда сцепляются слои, и я не знаю, она какая-то волшебная. Это просто потрясающая форма, пластик очень мягкий, и мыло из нее выходит очень легко. Мыло из предыдущей партии мне пришлось переделать. И вот что получилось. Вот такой результат, такие классные танчики. Звездочки я переделывать не стала, потому что с ними вообще какая-то неудача. И посмотрите, бывает так, что часть камуфляжа все-таки отрывается. Основа обязательно должна быть горячей. Спасибо, что досмотрели мой мастер-класс до конца. Я надеюсь, что он вам понравился, и вы узнали что-то новое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. А у меня еще много-много интересного для вас. С вами была Настюшка Маловар. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok